А я приветствую всех, кто сейчас присоединился к нам. Развилка сегодня. Под таким названием мы начинаем серию эфиров, в которых будем рассказывать о жизни развилковского поселения. И сегодня мы поговорим о библиотеке. Не о той библиотеке, которая была когда-то раньше, которую мы представляем как здание, в котором стеллажи с книгами, где выдаются эти книги строго по формуляру. В общем-то, это все осталось и сейчас, но библиотек это уже гораздо больше. И сегодня у нас в студии заведующая библиотекой поселка Развилка Ольга Николаевна Колыванова и библиотекой поселка деревни Милькова Анна Валентиновна Шмелева-Михайлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Ольга Николаевна, я правильно сказала, что библиотека сегодня это совершенно другое, чем просто выдача книг? Да, библиотека сегодня это не просто место для хранения книг и для их выдачи. Конечно, это осталось основной функцией нашей, и мы это делаем. И основная наша цель — это пропаганда книги и чтения. Но в настоящее время мы много внимания уделяем, конечно, мероприятиям, различным кружкам, мастер-классам. И все это делается для того, чтобы привлекать читателей в библиотеку. Благодаря именно мероприятиям библиотеки сегодня становятся центром притяжения. А почему, на ваш взгляд, Анна Валентиновна, так случилось, что библиотека стала переформатироваться, как это сейчас называют? Вы знаете, время идет вперед, и библиотеки не должны отставать. Опять же, приходят люди новые. И те, кто работал в библиотеках раньше, как говорится, это требовали. Выдавать книги, сохранять фонд, обеспечивать книговыдачу. Сейчас немножко другое время. Когда люди и дети, и взрослые хотят прийти в библиотеку не только получить книгу, они хотят получить информацию. Они хотят отдохнуть. Библиотека становится местом, где можно провести свободное время, где можно сделать уроки, где можно просто почитать книгу. Потому что этого не сделаешь ни в торговом центре, ни в каком-то влюдном месте. Не будешь сидеть и отвлекаться. Скажите, а вот вы, как опытные сотрудники библиотек, скажите, что раньше было? Вам предложили переформатировать библиотеку? Или вы уже сами к этому пришли? Ольга Николаевна. Вы знаете, это случилось само собой постепенно. Мы даже не заметили, как это произошло. Вот мероприятия стали внедряться в библиотечную жизнь все больше и больше. Появились библиогостинные, появились просмотры фильмов, появились кружки. Это пришло само собой. И для меня это произошло постепенно и незаметно. Я знаю, что ваша библиотека, тот, кто не был в этой библиотеке хотя бы полгода, наверное, приходит, открывает не только широко глаза, но и рот, потому что действительно она изменилась. Давайте сейчас посмотрим сюжет, какой теперь стала Развилковская библиотека. Библиотека – не просто место выдачи книг. К такой концепции стремится Министерство культуры Московской области, которое создало проект по перезагрузке библиотечной системы региона. Одно за другим учреждения превращаются в досуговые центры, где появляется возможность проводить различные мероприятия. Так, полтора месяца назад преобразилась и Развилковская библиотека. Благодаря ремонту мы получили новый светлый зал, просторное помещение, которое вмещает порядка 50 человек. Читатели все довольны, нам очень нравится. Во-первых, не только ремонт. И в старом помещении мы сделали полную перестановку, мы освободили зал. И теперь, когда читатель входит к нам, он попадает в просторное помещение. Когда-то на этом месте располагался магазин. Теперь новый зал библиотеки, где установили сцену, проектор. В будущем здесь появится телевизор, игровая приставка, музыкальное оборудование. Недавно созданный местный территориальный совет молодежи уже планирует, какие мероприятия будут проводиться в этом помещении. Сейчас они активно к нам внедряются. Они приходят к нам с различными мероприятиями для детей и для себя. Мы этому очень рады, потому что это молодые, активные, очень позитивно настроенные ребята. Окунувшись в реализацию идеи создания досугового центра, руководство Развилковской библиотеки не забывает и о своих постоянных читателях. Сюда за книгами традиционно приходят целыми семьями. На книжных полках собрано порядка 16 тысяч изданий для людей всех возрастов. Дима Сунцов стал посещать библиотеку лишь этим летом, но уже успел проникнуться любовью к книгам. Энциклопедии, они очень поучительные. Узнаю в них, что такое окружающий мир. На достигнутом руководстве учреждение не останавливается. В планах расширить сферу досуговой деятельности и продолжить реализовывать программу перезагрузки библиотечной системы. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ольга Николаевна, рады видеть свою библиотеку вот такой, в таком изменённом виде? Да, очень. Мне очень нравится. Очень нравится читателям, которые входят, и все в полном восторге. Ведь мы не только добавили целый зал, мы ещё сделали полную реконструкцию того помещения, которое было раньше. Мы его освободили, и получается, что теперь у нас центральный красивый вход, он прямо с детской площадки, это очень удобно, красиво. Читатели заходят, попадают в просторное помещение. Насколько изменилась площадь, выросла? Нам добавили 55 квадратных метров, и теперь наша библиотека общая площадь составляет где-то около 200 квадратных метров. Что изменилось после реконструкции, что у вас там появилось новенького? У нас появилась библиогостинная. Это большое, прекрасное помещение, светлое, яркое, вот как сейчас видели в сюжете. А самое главное, что оно вместительное. Раньше наши мероприятия проходили в читальном зале, который вмещал еле-еле 30 человек, и было уже тесно. И нам приходилось двигать столы, переставлять стулья, для того, чтобы как-то форматировать пространство. Сейчас наш зал вмещает порядка 50 человек. Если постараться, можно вместить и 60. Почувствовали свободу. Свобода, да. Потом мы приобрели вот этот подиум, который... Ну, как сцена, да? Да, да, как сцена, да. На котором будет приятно выступать и ораторам, и поэтам нашим, и проводить какие-то небольшие концерты. Вот. И при этом мы сохранили читальный зал. Вот при помощи той реконструкции, которая прошла в старом помещении, у нас сохранился читальный зал, в котором стоят столы, как положено. Можно прийти, сделать уроки, почитать. Вот. То есть уроки даже приходят делать? Да, да. Ребята в основном из... Спросят там, помогите, пожалуйста, проверьте. Что-нибудь. Бывает такое, но меня просят в плане английского. Вот. Так как я по образованию заканчивала инъяс, меня просят в плане английского. А так приходят ребята в основном из многодетных семей. Или ребята, которые живут большими семьями. Бабушки, дедушки, которые хотят уединиться, побыть в тишине. Вот они приходят и делают уроки в библиотеке, где им никто не мешает. А вообще после обновления народу больше стало? Может быть. Ну, у нас всегда очень много народу. Но на мероприятиях однозначно больше. В силу того, что зал вмещает больше, мы приглашаем больше народу. То есть, если раньше мы приглашали один класс на мероприятие, теперь мы вполне можем пригласить два класса. Анна Валентиновна, в вашей библиотеке, в общем-то, повезло с самого начала. Вы рядом с центром Дроздова находитесь. И вы всегда вместе, в общем-то, проводите все это, как я знаю. Да, мне повезло в каком плане? Потому что у нас библиотека маленькая. У нас как раз вот 55 квадратных метров вся библиотека. Вместе с пособными помещениями, со всем. И получается, что проводить какие-то мероприятия большие, да, вот приглашаем писателя, а приходит 60 человек. Куда? Вот даже если мы раздвинули стеллажи, даже если мы раздвинули столы, просимся в гости к девочкам, которые нас любят, приглашают. Да, все массовые мероприятия. Конечно, мы с радостью участвуем, потому что девочки никогда не отказываются, да, из центра досуга, когда мы предлагаем свою помощь. Но и один в поле не воин, сами понимаете. А вы одна в этой библиотеке? Да, да, я и заведующая, я и... ну, все. И вы, Ольга Николаевна, одна? Нет, я заведующая, у нас есть ведущая библиотека, еще один сотрудник. Анна Валентина, а вот какие виды деятельности у вас в библиотеке? Ну, у нас библиотека маленькая, но сейчас идет формат семейной библиотеки, потому что у нас проходят семейные вечера, у нас литературная гостиная для малышей, потому что столкнулись с тем, что мамам, которые находятся в декретном отпуске, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, им просто пойти некуда. С маленьким ребенком не все пойдут в торговый центр, потому что там громко, как правило, музыка звучит, ну, и маленького ребенка там неинтересно. И мы провели акцию при помощи как раз девочек с Центра досуг Дрозда. Мы развесили по всем нашим деревням объявление, что приходите, есть детское мероприятие. Мамы с колясками, да, от двух лет у нас детки приходят с мамами. И просто приходили сначала послушать сказку, потом им появился интерес, мы сделали театрализованное представление, ну, и у нас теперь литературная гостиная в гостях у тетушки Соушки, вот уже третий год. Которая уже не первый год, да? Третий год, да, мы в этом году, скажем так, третий год, видимо... Сказки не закончились еще? Нет, сказки не закончились, он у нас юбилейный, и в этом году наша литературная гостиная заняла во всероссийском конкурсе третье место. Мы ездили в Российскую государственную детскую библиотеку, нас там чествовали, вот, и были, конечно, очень удивлены, что в такой маленькой библиотеке выросла такая программа. Вот, также у нас ведется творческая мастерская «Старый шмель», это для девочек, для... ну, уходят девочки, вот, которые занимаются рукоделием. Всеми видами рукоделия, какие вот я могу преподать... Ну, это ваш конек, насколько я знаю, вы сама рукодельница. Да, это, опять же, веду я, да, у нас нет ни кружководов, ни ведущих мероприятий, мы все в своих руках. Естественно, помогают девочки с Центра досуга Дроздова, потому что иногда нужно даже просто пофотографировать мероприятие, чтобы потом выставить в интернет, и чтобы родители могли увидеть своих детей. Все равно нужны руки еще одни. В который раз убеждаешься, что ваша работа – это работа людей, которые не за деньги, за большие работают, а именно как энтузиасты. Ольга Николаевна, у вас тоже кружки? Да. Какие? Чем занимаетесь? Я хотела бы рассказать вот об одном кружке. У нас прекрасный кружок, бесплатный, ведет его ведущий библиотекарь Никитина Марина Викторовна. Прекрасный человек, многодетная мама, человек православный. Кружок наш называется «В гостях у сказки». Сначала он задумывался как просто кружок, где мы будем заниматься с маленькими детками от 4 до 7 лет, будем читать сказки, работать по сказкам, инсценировать их. И так далее. Но случилось так, что к нам пришли детки из Центра Вера. Это дети-инвалиды. И мы их называем «особенные дети». Они к нам пришли, внедрились. Мы этому очень рады. И получилось так, что их стало большинство на этих занятиях. И мы ориентируемся в основном на них. В общем, получилось так, что у нас этот кружок работает целенаправленно на социальную адаптацию особенных детей. И нам это очень приятно и для нас очень важно. В этом году эта работа стала у нас приоритетной. И получается так, что детям очень нравится. Они меняются на глазах. Ведь дети-инвалиды интегрированы в среду нормально развивающихся детей. Для них это очень-очень важно. Детки приходят стеснительные. Они прячутся от камеры. А какой возраст? Прячутся от фотоаппарата. Возраст детей-инвалидов не ограничен. Потому что они все развиваются по-разному. И по возрасту мы их не разграничиваем. Мы приглашаем всех. А чем они там занимаются? Они насценируют сказки какие-то? У нас все основано на русских народных сказках. Как правило, сначала читается, изучается, берется за основу русская народная сказка. Затем она инсценируется ребятами. Или по ней... Ну, то есть тут же они готовят кукольный спектакль по ней. Друг другу показывают. Они выступают сами в различных ролях. Подвижные игры, конечно. В основном это православные игры. Такие как Золотые ворота, к примеру. Детям очень нравится. Хотя кружок посещают не только православные детки, но и дети других вероисповеданий. Но, тем не менее, всем нравится. И прикладное творчество, конечно. Мы сажаем детей. Или с помощью аппликации, или из пластилина. Они вылепливают своими руками героев этих сказок. И это очень нравится, очень интересно. Мы вот уже начали говорить с Анной Валентиной о том, что к ним приходит мама с детьми. А вообще какая возрастная категория людей, которые приходят к вам? От скольки до скольки лет? У нас возрастная категория очень разная. Вот как сказала Анна Валентиновна, семейная библиотека. Я могу сказать о нашей библиотеке то же самое. Потому что, если в библиотеку ходят бабушка и дедушка, соответственно, здесь читающие родители, мама и папа. Соответственно, они приводят своих детей. То есть к нам ходят с семьями. Ну, конечно, школьники за школьной литературой. Конечно, очень много пенсионеров, которые любят читать, у которых есть свободное время. Вот. И семьями. Вот. Ну и молодежь тоже сейчас приходит к нам активно. Я знаю, что сама была свидетелем, когда награждали лучшую, как король и королева книги в Винновской библиотеке, в Центральной. У вас есть какое-то поощрение для тех, вообще, отслеживаете ли вы, кто много читает, кто меньше? Как-то вот статистика такая. У нас просто получилось так, что в этом году был юбилей библиотеки, 60 лет. И, конечно, было очень тяжело выбрать самых читающих, потому что у нас начинается с того, что читают родители. И родители приходят с грудничками. Как сказать, с какого возраста, когда там ноль плюс? Потому что реально приходит, вот только родился ребенок, а у вас есть что-нибудь для нас? Иногда встаешь в ступор, потому что уже собрала все потешки, прям специально делала заказ у нас, вводила комплектование, потому что мне нужны потешки, мне нужны ладошки, мне нужно вот что-то маленькое, потому что люди приходят с колясками. Должен быть такой ассортимент книг. Далее, вот девочка у нас, мы ее награждали на юбилей, потому что, да, реально она стала самой читающей девочкой, когда пошла в первый класс на развилку в школу. Она, то и мама читала, брали очень много книг. А потом она стала читать сама. И когда она стала читать сама, у них, ну, они стали книг брать в два раза больше. В два раза больше. Когда смотришь, сейчас мне говорят, что дети не читают, этому очень тяжело верить. Мы поощряем детей обязательно, потому что у меня какие-то закладочки и какие-то там календарики. Друзья у меня уже куда-то едут, спрашивают, братан, тебе что нужно? Я говорю, календарики, магнитики, вот все, что найдете, потому что детям много не надо. Им нужно показать то, что ты ценишь, что они читают. На самом деле, такой отзыв от них, что детки приходят, и выбирая книгу, самое главное, знаете, что самое главное вообще, вот когда ребенок пришел с родителем, дать выбрать книгу родителю, и ребенку, потому что некоторые родители приходят в библиотеку, они выбирают детские книги, я эту возьму, я эту возьму, это мы будем читать. Я говорю, стоп, вы взяли три книги, пусть ребенок ваш выберет. Потому что он ходит за мамой, мама, я вот это хочу, мама, я вот это хочу. Будьте добры, взрослые, дайте прочитать ребенку то, посмотреть картинки в том, в чем он хочет. Он с удовольствием почитает с вами Пушкина, он с удовольствием с вами посмотрит какие-то книжки, которые вы выбрали. Но у него есть свое мнение, и если вы его переломите, то вы никогда это не вернете. Никогда. Это я уже убеждалась сто раз, когда мама приходит, мальчику лет 14, он приходит, она, мы Гоголя читали этого, читали этого. Я говорю, а ты Каверину читал? Нет, но очень не хочу. 14 лет ребенку. На самом деле, вот я верю, что дети, когда приходят, и в первый раз, особенно маленькие в библиотеку, они смотрят на нее, как на какую-то волшебную сказку. Я сама на днях пришла в библиотеку со своим младшим сыном. Я его найти не могла, потому что он где-то был между стеллажами, и все время кричал оттуда, а вот здесь такая книжка, а вот здесь такая книжка. То есть мы, правда, еще не ходим с ним в библиотеку, как с читателем, но вот я подумала уже о том, что, наверное, пора. Вы знаете, очень тяжело родителям объяснить, что у них комплекс, комплекс магазина. Когда приходят в библиотеку, говорят, это не трогай, здесь вот шуметь не надо. Он сейчас все книжки раскидает, пожалуйста, скажите ему, чтобы он сел. Я говорю, нельзя. Мы говорим, у нас все можно, у нас все можно трогать. Я обычно говорю, можно все, но не баловаться. Можно немножко похулиганить. А это как? Я говорю, спрятаться между стеллажами и взять любую книжку. Что? Правда? Он прячется, и пока мама выберет книжечки, подберет школьную или детскую литературу, или литературу к празднику, ребенок релаксирует, отдыхает. Мама отдыхает от ребенка, ребенок отдыхает от мамы. Все довольны. Я знаю, что у вас самые яркие детские книжки стоят прямо на входе, а у вас? У нас тоже. У нас есть специальные полочки красивые, детские, яркие. У нас стоит паровозик, который сразу привлекает внимание детей. И полочки невысокие, а такие вот на уровне детей. И они, конечно, сразу видят литературу, которая им нравится. И вот я тоже хотела добавить, что большая ошибка родителей состоит в том, что очень часто я слышу от родителей, нет, это мы не возьмем, а мы возьмем вот это. Нет, вот тебе вот это читать не нужно, мы возьмем другую книгу. Дорогие родители, не нужно так делать. Возьмите ребенку, что вы считаете нужным, но дайте ему возможность выбрать то, что хочет он. Ну, замечательно. А так как мы начали тему вот того, что посещает библиотеку совершенно разные возрастные категории, семьями, это семейная библиотека, давайте посмотрим сюжет, который мы снимали совсем недавно в Мильковской библиотеке. Это будет сюжет подтверждения вашим словам. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Семья Журавлевых несколько раз в неделю посещает местную библиотеку. Ирина сейчас отдает предпочтение детской литературе. С малых лет читает своей младшей дочке сказки, тем самым прививает любовь к книгам. Мы сюда приходим очень часто. Нам здесь очень нравится. С детишками занимается Анна Валентиновна. Старшие дочери уже самостоятельно выбирают книги. Татьяна любит фантастическую литературу и детективы. Часто берет почитать произведения по школьной программе. Хожу сюда каждую неделю. Здесь очень приятная домашняя атмосфера. И мне очень здесь нравится. Сегодня в Мильковской библиотеке записано свыше 500 читателей. А ежедневно ее посещают от 20 до 40 человек. Приходят целыми семьями. И предпочтение у каждого свои. Задача заведующей найти всем посетителям необходимую и интересную литературу. Благодаря финансированию сельского поселения Развилковское, книжный фонд библиотеки регулярно пополняется. С начала этого года поступило почти 650 новых книг. Литература совершенно разнообразная. От какой-то специальной литературы, которая у нас тоже пользуется спросом, и до детской, познавательной. Нам необходимо все. Никогда ты не знаешь, какой ребенок что спросит. Частый гость библиотеки Наталья Кинслер сегодня заехала одна, чтобы взять ли детей что-нибудь почитать. А обычно посещает учреждение всей семьей. Дети с удовольствием ходят, читают. Особенно нравится тетушка Сова, которая прививает любовь к книге, к чтению, к окружающему миру, к любви к своему краю и родине в целом. Проект в гостях у тетушки Совушки возник три года назад. Идея его реализации у Анны родилась случайно. Надо было что-то придумать интересное для детей. И им действительно понравилось приходить в гости к сказочному герою. Давайте вы угадайте, про кого у нас будет сказка. Полосатая мордочка и каждый день умывается. Никогда не забывает. Правильно, это котик. Сегодня заведующая библиотекой большое внимание уделяет досуговой деятельности. Организует встречи с писателями, тематические лекции, литературные программы, которые объединяют детей и взрослых всего сельского поселения. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Елена Кошлева, Видное ТВ. Ольга Николаевна, мы говорили о том, что библиотеку посещают дети-инвалиды. Какие еще такие особенные люди, может быть, социально незащищенные слои населения приходят к вам с какой целью? Да, нас очень любят пенсионеры. Это люди, которым необходимо повышенное внимание с нашей стороны, потому что они недополучают его дома. Многие одиноки, редко приезжают дети. Они очень любят к нам приходить. Мы для них проводим цикл мероприятий различных. У нас есть проект, над которым библиотека работает уже не первый год. Проект называется «Наши земляки». И у нас очень много талантливых людей. Именно вот среди той категории граждан, о которой мы сейчас говорим, это пенсионеры. Они танцуют, они поют, они пишут стихи, они пишут картины, они вышивают. И вот на этих мероприятиях мы даем им возможность себя показать. Мы проводим для них различные вечера. Например, вечер поэзии и вдохновения. Мы проводим для них вечер музыки, когда они могут прийти с гитарами. Кто-то приходит с гармошкой, с баяном. То есть сами инициативу проявляют? Да, с балалайкой. И они прекрасно проводят время. Мы организовываем для них чаепитие. Это тоже им очень нравится. Так сложилось, что Центр Веры, который они посещали, был профилирован, перепрофилирован в реабилитационный центр для детей-инвалидов. И получилось так, что им стало некуда пойти. Да, какая-то часть из них ездит в Центр Веры сюда, в город Видное. А какая-то часть пришла к нам. И они с удовольствием нас посещают. Замечательно. Ведь у вас же тоже, Анна Валентиновна, возрастной контингент в селе. У нас совершенно разный. Есть много пожилых людей. Да, у нас не только пожилые. Пожилые люди, понимаете, немножко отличается само сознание. У нас сельская местность. И приходят почитать, взять домой. Либо есть у нас такая услуга для детей особой заботы, для пенсионеров. Обслуживание на дому, когда мы выезжаем, привозим книги. У нас библиотека, она больше семейная и молодежная. Потому что у нас суббота, на самом деле не только у нас, а вообще в нашем домике, как мы говорим. Это Центр досуга Дроздова и библиотека деревни Мильково. Молодежный день. У нас, начиная... А я думала, все на дачу? Нет, все же на дачу. А, у нас так разная дача. Все же к нам. Это когда люди просто страдают, что летом мало посещают. Все на население, но и те, кто приезжают. Да, 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 все к нам. И у нас получается, что, начиная у девочек кружки, да, потом, как кружок, молодежные игры у них, реальные игры, когда дети приходят поиграть в настолки, в наполки, потому что иногда приходит столько народу, что столов не хватает, переезжаем на пол. Потом это у нас новая программа для старших детей, погружение в энциклопедию, когда мы исследователи. Дальше опять кружки. И вечером уже у нас собирается такая молодежная, собралась, как сказать, группа волонтерская, ребята, которые нам помогают. Это от 10 и до 16 лет зонтики. Они собираются, и мы готовим какие-то подарки для пенсионеров, открытки к праздникам, продумываем свою волонтерскую работу на месте. Вот они зависают у нас в библиотеке до 9 вечера. Вот, кстати, насчет волонтерской работы. Нет такого, как принести книгу домой, например? Вы знаете, дело не в том, здесь немножко это работа библиотекаря. Да, это бы хорошо послать ребенка, но все дело в том, когда тебя просят принести книгу домой, подчас просят общения. Ты приходишь не только с книгой. Мы берем, если идем в место, где это ребенок... То есть вы ходите сами? Ходим, обязательно, потому что есть многодетные семьи, вот пятеро детей, трое мальчишек, и просят звонять там, Анечка, младшие заболели, нужно вот книгу на завтра. Естественно, срываешься и побежал. И есть книги, которые пенсионер там без ноги. Ну, сами понимаете, что бабушка не всегда прибежит за книгой. Тем более у нас разброс деревень большой, там до 2,5-3 километров между деревнями. Ну, прошу мужа, подвезет, или где-то, если это близко, пешочком. Ничего страшного, но люди требуют общения. Общение библиотекарь, это, как сказать, ты и новости узнаешь, и про газеты расскажут, и помогут заявление написать куда-то. Понятно. Вы киваете все время. Да, я киваю, потому что очень часто приходят они не за книгами, они приходят пообщаться. Пообщаться с нами, пообщаться друг с другом, пообщаться с детьми, которые у нас сидят, им это очень интересно. А молодежь? Именно общение. Молодежь. С молодежью дела обстоят немножко посложнее. Обстояли, я бы сказала. Но вот с появлением нашего нового помещения молодежь у нас появилась. Начнем с того, что в сельском поселении Развилковское создан территориальный совет молодежи, по аналогии с городом Видное. И эти ребята, они активно к нам приходят. То есть они у вас решили базироваться? Да, они к нам внедряются. Они проводят у нас время для себя, они проводят у нас различные мероприятия для детей. Вы знаете, они все лето работали на программе «Наш двор», и им это настолько понравилось. Сейчас им скучно без этой работы. И они пришли ко мне однажды и говорят, а можно мы у вас будем этим заниматься здесь, в библиотеке? Ну, конечно, можно. Я вообще очень люблю работать с молодежью. Они все энергичные, они активные, они позитивные. От них получаешь заряд энергии. И я очень рада сейчас, что они у нас в библиотеке, что они с нами. Вот совсем недавно они провели мероприятие, которое называлось «Прощай, лето». Провели его у нас. Это мероприятие было проведено в форме квеста. Ну, там было все. Работа по станциям, викторины, танцы, активные игры. В общем, все довольны. И мы в том числе. Ольга Инголовна, вы говорили про лето, то, что Совет молодежи летом работал. А вообще летом в библиотеке есть такой период, когда она не работает? Нет. Всегда, круглый год. Наша библиотека не закрывается. Она работает круглый год. Более того, летом наша работа становится гораздо интереснее, чем зимой. Мы выходим на улицу. Мы выходим на улицу не только с книгами, но и с нашими мероприятиями. Нам повезло. Наша библиотека находится в центре поселка. У нас всегда много народу. У нас детская площадка прямо перед библиотекой. И мы выходим. Занимаем самое удобное место на виду. Это и настольные игры, и твистер, и раскраски, и рисунки, и загадки. И в то же время мы охватываем всех сидящих взрослых, которые сидят на лавочках. Пока мы занимаем детей. Взрослым мы раздаем свежую прессу, интересные книги. И у нас получается летний читальный зал. Я просто почему спросила. Звонила несколько раз Анне Валентину, не летом. Ей всегда некогда было. А когда может быть когда? Если в отпуск уйти некогда. Все люди ходят в отпуск летом. Они знают, что мы идем летом. А мы идем, когда есть время. Вот куда вы идете летом, расскажите. Вместе со своими ребятами. Летом у нас большая программа. Мы сходили почти все наше сельское поселение пешком. Потому что была потребность. Да, у вас краеведческие какие-то программы. Да, это не программа. Она организовалась сама собой, потому что спрос рождает предложение. Вот у нас сейчас в библиотеке так. И ребята просто, находясь дома, многие не выходят за пределы своей деревни, своей улицы подчас, потому что родители не отпускают. И ко мне дети пришли с таким предложением, что люди, они, давайте вы меня будете, нас будете выгуливать. Я говорю, ну если выгуливать, то выгуливать с толком. Давайте мы с вами будем ходить куда-нибудь. Ищем маршрут. И мы с ним садимся, продумываем маршрут, что мы идем вот, в этот раз мы идем туда-то, в этот раз идем туда-то. Была такая ситуация, когда было жарко, очень жарко. И мы пошли и поставили себе маршрут дойти от Мелькова до острова. Это далеко? Ну так, я просто не очень представляю. Это километров семь в один конец. Вот если по нашему бездорожью. Хороший поход. И вернуться назад. Конечно, назад мы уже еле вернулись. Я делала, знаете, такой бодрячок и улыбалась. Но когда пришли, я поняла, что не только дети устали, я тоже устала. Вот. Потом у нас, опять же, по соседству центра досуга Дроздова, мы находимся под его крышей, скажем правильно. И получается так, что у нас каждый день расписан. У нас программы идут, какой-то день идут от центра досуга Дроздова, какие-то от библиотеки. Но каждый день что-то есть летом. А в этом году мы еще умудрились, несмотря на то, что мы маленькие, да, вот, и делаем все программы, выходим на улицы, на детские площадки. И краеведческий у нас маршрут, да. Но мы еще с ребятами, это была моя задумка, вот, мы организовали экологический фестиваль. Давайте сюжет о нем посмотрим. Давайте. Изначально задуманная встреча с писательницей Еленой Журик, автором детской книги Храни Миры, переросла в настоящий фестиваль. Подготовкой организации работники библиотеки занимались вместе с юными читателями и их родителями. Все, что вы сейчас увидите, да, это делалось нашими руками и руками волонтеров. А волонтеры – это те же самые дети от 10 до 14 лет. Младшим 10, старше 14. Ребята сами придумали пропускную систему. Каждому гостю на арку надевали самодельный браслетик с номером, а вход был платный – одна пластиковая бутылка. Волонтеры самостоятельно собирали мебель из поддонов, создавали разные украшения. Также каждому участнику давали специальный диплом, в который ставили отметки за задание. У меня стенд-фотозона. Приходят и фотографируются, и получают наклейку в их диплом, чтобы автор Елена Журек знала, что этот человек все стенды прошел. Сильвафиракян, мать двоих детей, всегда посещает подобные мероприятия со своими сыновьями. Я стараюсь не пропускать такие мероприятия, потому что я хочу, чтобы мои дети были информированы всеми, что происходит в мире, полезно, не полезно, чтобы отличались, что такое хорошо, что такое плохо, и чувствовали это все. Почетный гость писательница Елена Журек рассказала, как появилась книга про храни миров и для чего она была написана. Министерство экологии Московской области в этом году, в год экологии, задумало прекрасный проект. Просвещать и возвышать экологическую культуру детей посредством не плакатов или лозунгов, которые, как мы знаем, достаточно редко бывают эффективны, а через художественную литературу. Через героев, через их взгляды, через их философию дети придут к тем же идеям, которые несут храни миры, что планета Земля – это наш единственный дом. Когда он испортится, благодаря людям, деваться будет некуда. Для ребят обустроили игровую зону с разными заданиями, испытаниями и раскрасками. Проводили мастер-классы, как дать вторую жизнь использованным стаканчикам и сделать из них милого зайчика. Угощали иван чаем. Также ребята учили бережно относиться к природе, раздельно выкидывать мусор и рассказывали, из чего складывается такое понятие, как экология. Экология – это не сорить мусор, например, это все то, что относится к природе. Венчал фестиваль «Маскарад». Участники фестиваля переоделись в книжных героев храни мира. Напоследок Елена Журик сказала теплые слова и дала напутствие детям, чтобы они выросли и продолжали защищать природу. И, конечно же, всем ребятам подарили книгу с подписью автора. Алексей Митронин, Владимир Андрянов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Давайте продолжим эту тему. Вот этот фестиваль, это год экологии, да, я так понимаю, вас подвигает? Вы знаете, вас подвигнул и год экологии. Как-то все сложилось. Была инициатива ребят, которых нужно... Ну, ребята, это вот группа, волонтерская группа «Зонтики», которая организовалась при нашей библиотеке. У них была потребность, вообще у ребят потребность в том быть необходимыми. Да, и просто выйдя, ну, подойдя к ребятам, я просто спросила, говорю, а что будем делать? Говорит, а, тетя, что-нибудь давайте замутим. А давайте замутим. И получилось так, что познакомилась с писательницей Еленой Журик, которая по заказу Министерства экологии Московской области написала замечательную экологическую книжку «Мы храни миры». Вот, и она говорит, ну, давайте я к вам приеду. Человек 20 придет. Я так, ну, придет, наберем, да, но все-таки все равно проблемы в библиотеку набрать. Народ пригласить, тем более лето, жарко, купаемся. Я ребятам говорю, наберем, они говорят, тетя, а что, давайте что-нибудь. И мы начали, а вот чтобы пришло побольше народу, а давайте сделаем там какой-нибудь конкурс. А давайте сделаем конкурс. А потом еще, а что конкурс? А давайте сделаем квест. Давайте сделаем квест. Ну, квест, речь по писателям, уже большое мероприятие. Сидели-сидели с ребятами, начали готовить квесты. Они говорят, а что квест-то, давайте сделаем фестиваль. Давайте сделаем фестиваль. Вот от маленькой такой задумки, да? Три недели упорной работы. Это, вы знаете, вот от начала и до конца три недели. На самом деле сейчас оборачиваюсь, и я понимаю, что на будущем у нас будет этот экологический фестиваль, уже будет просто больше времени. Как это мы сделали за три недели, я не знаю. Потому что было сделано всё. От украшения, визитных карточек, браслетов на руку, потому что мы считали входящих, мебели, дегустации ванчая, игрушек из вторсырья. Варенье? Варенье. Варенье там прям что ли? Нет, варенье у нас домашнее. Мы всё собрали, вот все читатели, понимаете, получилось так, что к концу фестиваля принимали участие чуть ли не все читатели. И было не 20 человек на мероприятие. Да, у нас получилось так, что у нас был библиоэкологический фестиваль. Мы пригласили библиотеку совхоза Ленина на помощь, уже в последний момент мы пригласили Ольгу Николаевну. Потому что, как сказать, у нас пришло только детей около 110 человек. Охо. 110 человек детей. Да, да. У нас была река жизни, которая это дай книге вторую жизнь, когда нам люди приносят книги, да. И каждый мог выбрать себе любую книгу по своему желанию. У нас была дегустация мёда. Матушки Сколотского монастыря, с которым мы очень близко дружим, прислали нам со своей пасеки мёд. И там действительно люди попробовали свежие, вот прям чуть-чуть пчёлками. Я смотрю, у вас впечатление до сих пор ещё. Да, так мы готовимся к следующему. Я думаю, что в следующем году, наверное, все библиотеки Ленинского района. Я надеюсь. Ольга Николаевна, у вас как-то год экологии отмечен был в библиотеке? Да, конечно. По инициативе нашей библиотеки впервые в посёлке Развилка прошло несколько экологических акций по раздельному сбору мусора. Жителям очень понравилось, они откликнулись. Вы бы видели, какими мешками, сумками они несли всё это. Ведь существуют опасные отходы, которые нельзя выбрасывать просто в мусорный контейнер. И поверьте, есть такие люди в нашем посёлке, которые всё это складируют и утилизируют. В самом начале года при помощи волонтёра Greenpeace мы организовали, сделали своими руками несколько информационных стендов, на которых была размещена полезная информация о том, где принимают вторсырьё, куда можно привозить те или иные опасные отходы, о том, как нужно беречь лес. Вообще очень много было информации. С этими стендами мы выходили на улицу, с этими стендами мы приезжали на фестиваль в Мильковскую библиотеку. И, конечно, основными большими крупными мероприятиями по экологии стали вот эти акции. Благодаря Году экологии, наверное, в нашей библиотеке появился Батареич. Это тоже большая программа. Это такой сказочный герой, который я придумала сама. Потому что как ребёнка заинтересовать, чтобы он не выкидывал те же батарейки. А вы его кормите? Да, да, он у нас живёт, питается. Вы знаете, дети с интересом сразу прошли, посмотрели, там доходило вплоть до того, что мама приходит и говорит, Тетяна, скажите, что он неиспользованные батарейки не ест. Я говорю, почему? Она говорит, прошла из пультов, вытащила все батарейки. Это Батареичу. Девочка там маленькая. Пришлось объяснить, что вот неиспользованные батарейки не ест батареич. У нас до сих пор проходит акция «Добрые крышечки». Мы собираем пластиковые крышечки, которые потом отводим в определённое место. И сдав их на вторсырьё, вот эти вырученные деньги идут на приобретение инвалидных колясок для детей-инвалидов. Прекрасная акция. Пользуется спросом до сих пор. Я думаю, что она у нас останется навсегда. У нас, к сожалению, остаётся не так много времени. А мне бы хотелось ещё узнать. Книжки-то сейчас новые, библиотеки поступают? И в каком количестве вообще? А как вы их сами заказываете? Вот те, которые хотелось бы иметь, или как? Поступают. Мы отлавливаем книжки, которые могут быть интересны детям. И при достаточном финансировании нам заказывают то, что мы просим. Но, естественно, понимаете, книга, она, кто бы ни говорил, что книга вечна, да? Сама книга, она не вечна, она бумажная. Что-то нам приходится списывать. И взамен этого мы заказываем литературу, классику, школьную литературу, ну, во внеклассном учтении. Потребность огромная. Как давно в последний раз поступали книги? В прошлом году мы очень хорошо комплектовались. Дело в том, что до этого времени почему-то не выделялись на это деньги. Но вот в 2016 году нам выделили хорошую сумму на нашей библиотеке пополам. Большое спасибо администрации, совету депутатов за то, что деньги эти выделились. Эти деньги реализует отдел комплектования центральной библиотеки. Они централизованно закупают и передают уже нам. Ну, и вы понимаете, да, что если вот у меня в библиотеке книжный фонд 6 тысяч, да, и в этом году поступило около 600 книг. Отлично. Это огромное, это обновление на 10 процентов. Даже, я просто знаю, что многие приходят, ну, кто с Москвы вот к нам приезжает как раз на каникулы, да, летом на выходные, они приходят и говорят, в Москве таких книг нет. Вы знаете, насколько бывает приятно, я в этот момент, я действительно благодарна и депутатам, и нашему руководству, которое помогает и прислушивается к нашим пожеланиям. Это огромная проблема, вот то, что, когда говорят, у всех, знаете, как у большинства людей, кто не хочет, да, не поддерживает библиотеки, он говорит, а зачем? Сейчас же есть электронные книги. Поверьте мне, что если мы поставим электронные, да, вот книги, мы потеряем две трети читателей, которые просто не будут ходить, приходят именно за бумажной книгой. Я верю, потому что я сама принципиально, ну, не нравится мне читателей, мне интересно эта книга становится. Опять же, к нам приходят многодетные мамы, представьте, у меня есть семья, где пять человек детей, не купишь, не купишь, даже самые дешевые пять книг ты не купишь, пять книг по 100 рублей, это 500 рублей, это катастрофическая часть семейного бюджета многодетной семьи. А к нам они приходят, и иногда дети стесняются брать книгу, потому что говорят, мама, давай мы две возьмем, они не понимают разницы между купить и взять, да, в библиотеке. Когда им объясняют, что ты можешь зайти три, ты можешь еще журнальчики посмотреть, а можно? А журнальчики выписываете? Да, да, да. Да, периодическая литература у нас в большом количестве, у нас все время. Есть, современные детские журналы и взрослые. Газеты и журналы. Ну и последний вопрос, завершающий. Вот вы так, можно сказать, вот как вот стартанули, да, уже, наверное, остановиться-то не можете. Планы какие-то есть такие вот, которые вот, ну, очень хочется реализовать. Вот я знаю, фестиваль вы уже как бы, да, уже думаете, да, как заканчивается один фестиваль, начинаешь думать уже следующее. Что у вас интересного, может быть, уже в планах уже есть? Впереди Новый год. Но это всегда, это всегда Новый год. А то, что вот интересненького, такого чего не было раньше. Мы хотим в ближайших планах провести юбилей. Хоть и небольшой, но для нас это юбилей. В этом году нашей библиотеке исполнилось 35 лет. И для того, чтобы провести этот праздник, мы ждали ремонта нашего помещения нового. Теперь у нас есть эта прекрасная гостиная, которая вмещает много людей со сценой. И именно в этой гостиной мы проведем в ближайшее время юбилей нашей библиотеки. У меня план нереальный. Нереальный? Нереальный. Потому что у меня это все мечты. Я сейчас начну говорить, что я хочу еще человечка, еще ставку. Я хочу, чтобы помещение у меня чуть побольше. Потому что уже не вмещаемся на мероприятие. Как мне здесь сказали, ты, как, говорит, мачеха из заложки. Королевства маловато, маловато. Ну, а на самом деле планы очень большие. Очень хочется работать потеснее с молодежью. Потому что у нас вот кто приходит, да, есть еще неохваченные, неохваченные люди. И подчас не хватает уже сил. Потому что, ну, как бы ни говорили, один в поле не воин. Очень тяжело. Уже ресурсы, все, которые можно задействовать, мы задействовали. Будем стараться. Спасибо вам за интересную беседу. Я желаю, чтобы все ваши планы исполнились, свершились. А я напомню нашим телезрителям, что сегодня мы встречались с заведующими библиотеками поселка Развилка Ольгой Николаевной Колывановой и библиотеки Мильковой Анной Валентиновной Шмелевой-Михайловой. Это была Развилка сегодня.